Всем привет! Это канал StartAndroid, я Виталий Непочатов, и сегодня продолжаем серию уроков по разработке в Android Studio. Это урок 32, в котором мы с вами напишем простой браузер. На прошлом уроке мы увидели, что если вызвать intent с константой actionView в качестве action и URI объектом с http-адресом в качестве data, то запускается браузер и отображает содержимое страницы по этому http-адресу. Мы можем самостоятельно сделать простейший браузер, который будет реагировать на такой intent и просто отобразить страницу. Для этого надо настроить intent-фильтр и использовать компонент WebView. На первом экране приложения у нас будет кнопка, отправляющая Intent. А на втором экране будет WebView. Итак, создаем проект. В макете первого экрана у нас просто кнопка. В коде MainActivity.java пишем такое. Код будет немного непривычен. Обратите внимание, я нигде не описываю объект класса Button. Метод findViewById возвращает View, и это View поддерживает метод setAndClickListener, который мы вызываем. А в методе setOnClickListener создаем объект, реализующий интерфейс OnClickListener, и в нем пишем код в метод OnClick. Также мы создаем объект Intent не отдельно, а прямо в методе StartActivity. В итоге код получился более компактным. А выполняет он тоже самое. По нажатию на кнопку мы запускаем Intent, который означает, что мы хотим посмотреть сайт в AndroidInfo. Теперь давайте создадим второе Activity. В макете у нас в корневом linear layout пропишем компонент WebView. Это компонент, который просто отображает страничку. В классе BrowserActivity пишем такой код. Определяем WebView, читаем дата из Intent и передаем строку в WebView. Теперь нам нужно поправить немного манифест. Для начала добавим Use as Permission, разрешение для выхода в интернет нашему приложению. А для BrowserActivity нужно добавить IntentFilter, в нем мы укажем Action, ActionView. Также укажем Data и в качестве схемы укажем HTTP. Также не забудьте о категории. Теперь давайте запустим приложение. Жмем кнопку и видим выбор. Система предлагает нам на выбор системный браузер и наш, только что созданный. То есть Intent с запросом на просмотр HTTP-адреса нашел в системе два Activity, которые в своих IntentFilter заявили, что умеют отображать HTTP-адреса. Как видите, Activity в наших приложениях могут обрабатывать не только наши придуманные Action, но и системные, и тем самым создавать альтернативу системным приложениям. На этом наш урок подошел в концу, а в качестве домашнего задания попробуйте сделать следующее. В данном уроке HTTP-адрес прописан у нас прямо в коде. Попробуйте изменить приложение таким образом, чтобы HTTP-адрес нужно было вводить в окно ввода текста. Я думаю, у вас уже достаточно знаний, чтобы выполнить это задание самостоятельно. А чтобы получить подсказку по выполнению домашнего задания, нужно выполнить одно небольшое условие. Просмотрите видео, ссылку на которое вы видите на экране. В этом видео, в процессе просмотра, появится ссылка на подсказку по этому домашнему заданию. Чтобы увидеть подсказку, у вас в видео должно быть включено отображение аннотаций. На следующем уроке мы с вами начнем изучать тему хранения данных. Исходный код классов из этого урока можно найти на страничке урока на нашем сайте в Android.info, ссылка на экране. Все видео уроки сразу после выхода публикуются на нашем сайте, и чтобы первыми узнавать о выходе нового урока, воспользуйтесь формой подписки на сайте, она находится в подвале на любой страничке. Вопросы можно задавать в комментариях под видео, в комментариях на сайте, а также в нашей группе в поддержке ВКонтакте. ВКонтакте. Продолжение следует...